ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Насколько долго ты думал о приложении о том, чтобы вернуть его? ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, опять-таки, потому что всех знал, знаю, что... Какой рисунок игры пропагандирует главный тренер, он мне импонирует, да. Мне достаточно комфортно в этом клубе с этими игроками, с этим руководством, да, с главным тренером. Я понимаю, что хотят, что от меня хотят, поэтому долго не думал. Слухи, конечно, появились раньше, и много кто звонил, там, списывались с ребятами. Поэтому мы говорили, да, давай-давай к нам. Я хотел вернуться, я вернулся. Я хочу играть в этом клубе, хочу забивать, хочу приносить победы. Вот и все. На сборах как тебе встретили? Отлично. Ну, естественно, шутки, прибаутки. Кстати, как хорошо. Да, игроки поменялись, но в целом рисунок игры остался прежним. Но, опять-таки, Юрий Калитинцев идет целенаправленно к своей цели. Все понятно, понятен рисунок игры и в том году, и в этом году. Он примерно такой же. Поэтому дискомфорта не испытываю. В плане коллектива у нас все хорошо. Мы работаем, тренируемся и готовимся к сезону. Ты постоянно зарабатываешь пенальти. На сборах ты уже заработал пенальти. Да, так получилось. По этому поводу, есть какие-то шутки отдавать? Нет. Кстати, странно, что нет. Нет? Нет. Среди болельщиков ходят? Кстати, постоянно. Это главное, что в каждом соревновании, когда пенальти будет точно. Нет. У нас нет такого. Просто так получается. Хотелось бы забивать, конечно, но пенальти тоже. Хорошо. Скорость, конечно. За счет скорости где-то чуть быстрее. Игроки не успевают. Не хотят, конечно, но фалят штрафные. Вот и все. Поехали в сборную. Перестартер это не мешает? Я, честно говоря, об этом не думал. Просто пошел вызов естественно. С удовольствием поехал в сборную. Потому что каждая поездка в сборную – это очень хорошо, это приятно. Хочется ездить, да, играть в сборную. Вышли, играли как могли. Показали все, на что были готовы на этот момент. Вот и все. Естественно, проиграли 2-0. Но сборная России – это, конечно, очень сильная сборная. Как получилось? Сразу просто сборная, говорят, я вернулся и уже на следующее утро был в Дзержинске на тренировке. Да. Не было возможности пропустить тренировку? Ну, конечно, была возможность пропустить тренировку, но зачем, если я мог успеть на нее? То есть я ночью вернулся в Коснодар и утром здесь уже был в Нижнем Новгороде и спокойно приехал на тренировку. Как проходит здесь, вот так добавлено, несколько дней уже команды тренируете в Дзержинске? Угу. Ну, хорошо проходит, там искусственное поле хорошее в Дзержинске, поэтому тренируемся там. Работаем, делаем все, что можем, готовимся. Каждая игра важна, не важно, сейчас она или в начале сезона. Работали все сборы, я думаю, что набрали достаточно хорошую физическую форму. Вот первая игра с Амкаром, но сейчас после сбора все команды примерно одинаково готовы. На первую очередь будет характер, поэтому будем готовиться, настраиваться. Естественно, нам нужны очки, и мы едем за очками. Ну, во-первых, хотел бы, конечно, поблагодарить болельщиков за то, что тепло приняли. Спасибо им огромное. По поводу команды мы будем готовиться, выходить в каждую игру, на победу играть, только побеждать. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах. Так что приходите на футбол, болейте за нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...